Тянем ремень. И вот там сбоку перекидывайте его сюда. Перевозить ребёнка в автомобиле – целая наука. Теперь, если младенец поедет у вас на руках, это будет нарушением. Обязательны специальные устройства. Как ими пользоваться? Женщинам теперь объясняют нюансы в Республиканском перинатальном центре. Чтобы уже первая поездка малыша из роддома домой была безопасна. Рассказывают и о том, как отличить сертифицированное устройство от подделки. Организаторы посвятили онлайн-пресс-конференцию старту проекта. Дистанционно его представила руководитель Кристина Ляпистова. В прошлом году тренинги прошли в 30 регионах. В этом году ещё 35 присоединятся к обучению молодых родителей. Карелия в том числе. Сотрудники перинатального центра будут проводить тренинги не только в Петрозаводске. Мы с большим радостью и энтузиазмом на самом деле восприняли этот проект и предложением в нём участвовать. Я для себя уже тоже наметил, что мы точно так же, выезжая в район, и будем эту работу нести туда дальше, в центральную районную больницу. Ребёнок-пассажир не может нарушить правила дорожного движения. Если ДТП случилось, то виновны взрослые, которые неправильно повели себя на дороге или перевозили маленьких пассажиров с нарушениями. Из-за них в этом году в Карелии погибли два ребёнка. За последние пять лет восемь детей. В целях профилактики безопасного поведения на дороге нарушителей правил штрафуют. Однако сумма штрафа от 3000 рублей иногда не действует. Один раз заказали, и это уже второй, третий, четвёртый, то есть до граждан не доходит. Но то количество финансовых средств, которые они заплатили за штрафы, могло вполне хватать для приобретения вот этих именно устройств. Детство безопасности – проект не только обучающие. Он в том числе призывает не считать соблюдение правил перевозки детей тратой времени и сил. Юлия Кучеренко, Станислав Шведов, Борис Касьянов. Служба новостей.